Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают А ты чёржёшь? Смешно сильно? Держи, нормально? Нога, боль Пойдём, я тебе покажу где-то Спасибо большое Ты новенькая? Да, я сегодня первый день И ты случайно не знаешь, где 54-й кабинет? Случайно знаю, я как раз иду туда Так а ты, получается, в 11-м Бе будешь учиться? Ну да А ты что, из этого класса? Ну да. А как тебя зовут? Денис, у тебя. Марина, спасибо тебе большое, что ты заступился за меня. Я просто думала, умру со стыдно. Прощайся. Мы, кстати, пришли. Заходи. Я потом за это. Хорошо. Я ужасно боялась таких ситуаций. Если бы меня тогда не спас Денис, я бы точно в эту школу больше не пришла. После эпизода в школьном коридоре Марина решила быть обережнейшим. Поэтому ждала классного руководителя, прежде чем заходить до класса. Денадцатый Б, звонок уже был. Минуточку, внимание. Ребята, у нас новая ученица. Зовут ее Марина Сербина. Она приехала к нам с Луганска. Там закончила 10 классов, но отлично. А там что, реально взрывают и стреляют? Ну да. Бессонова, ты задашь все вопросы Марине на переменке, поэтому присаживайся на свое место, пожалуйста. Надеюсь, вы примете Марину в свои ряды и подружитесь с ней. Марина, присадь, пожалуйста, на свободное место. Мариночка, а зачем ты так далеко села? Переседь, пожалуйста, поближе. Зачем? Мне и здесь хорошо. Слушайте, новенькая у нас экстремалка. Марина, я рекомендую тебе пересесть поближе к доске. Нет, сюда хорошо видно. Хорошо, класс, начинаем работать. Честно говоря, я была просто в шоке от того, что классная руководительница решила указывать мне, куда садиться. Да и все остальные как-то странно отреагировали на это все. Чувствовалась какая-то пропасть между Денисом и 11-м Б. Но мне было все равно. И не могла предать своего защитника. Привет, Маринка. Привет. Знакомься, это Катя. Катя, это Марина. Очень приятно. Взаимно. Слушай, что ты к малому подсела? Тебе желтка сказала сесть с ним. А что это такое? Мне кажется, он нормальный парень. Я даже пересаживаться от него не собираюсь. Ты просто его не знаешь еще. Ты же новенькая. Из класса с ним вообще никто не общается. Понимаешь? Он не из нашей компании. Я тебе вообще не советую с ним дело иметь. Давайте я сама разберусь. Ну как знаешь. Если что, я себя предупредил. Кстати, мы сегодня в кафешку идем. Ты с нами? Ну, в принципе, можно. Пойдем. Будет весело. Я обрадовалась тому, что у меня появились новые друзья. Но когда они начали говорить гадости про Дениса, я взбунтовалась. На тот момент я могла сказать о Денисе только самое хорошее. И не собиралась с ним разочаровываться. Ну что ты хватаешь? Не перебивай аппетит. Мама, я сейчас голоду умру. Лучше расскажи, как тебя в школе встретили. С кем познакомилась? Понравилось тебе в новом классе? Ой, ну пока я шла на первый урок, ко мне пристали какие-то придурки. Не, мама, все хорошо. Там, получается, один парень помог мне, и он с моего класса. Ага, хорошо. Вот, мы с ним сидим за одной партой, вот, и потом Никита. Сын дяди Лёни? Угу. А он меня пригласил в кафе. Вот это прекрасно. Ну, просто там, получается, буду не одна я. Они собираются в кафе, все тусуют, как всем классом. Слушай, ну так прекрасно. Ты видишь, как все складывается? Ты впервые пришла, а тебя уже и в кафе пригласили. Ммм, я не знаю, пойду я или нет, потому что я там просто никого не знаю. Ты обязательно должна пойти. Тебя же сам Никита пригласил. Ты не волнуйся, ты должна ему понравиться. Посмотри, какая ты мне красотка. Мам, а при чем тут Никита? Ты видела их квартиру? Ты машину видела? Ты знаешь, какие там деньги? Живут же люди красную, кручерную заедают. Мам, мне вообще-то одеть нечего. Как это нечего? А блузочку, которую мы тебе купили в бутике? А джинсы? Красные. Да ты у меня будешь там самой стильной. Ты их там всех закнишь. Этих киевлянок, киевляночек. Самой главной мечтой моей мамы было выдать меня замуж за кого-то очень и очень богатого. Но она прям вот предела этим. Ну, просто они с папой добивались сами всего. И она хотела для меня как можно меньше трудностей. Приборкавши страх, Марина выручила на зустріч с одноклассниками. Проте Доля распорядилась иначе. Привет. Привет. Что, снова заблудилась? Да нет, я в кафе еду, там, где все ваши собираются. Ну, меня Никита пригласил. А, в кафе? Ну ладно, удачи-то. Подожди, пошли вместе. Я там просто никого не знаю. Не, Марин, они сами по себе, я сам по себе. Жалко. Ну, в смысле того, что тебя не будет. Ну, я, кстати, в центр сейчас еду. Хочешь, поехали со мной? Ой, прощи. Алло? Ну, где тебя носят? Тут уже все собрались. Извини, у меня поменялись планы, у меня не получится приехать. Ну, ты странная. Ладно, пока. Ну что там, поехали? Поехали. Я шла в это кафе, как на каторгу. Мне казалось, что все будут рассматривать меня под микроскопом. Поэтому, когда Денис позвал меня ехать с ним, я согласилась неразумово. Ничего себе, Никитос, новенькая времени-то не теряет, смотри, кого подцепило. Ну что, Камолов, признавайся, она тебе уже дала. Отпусти, больно. Я ж пошутил. Извиняйся давай, шутник, б***ь. Никит, ну сделай же что-нибудь. Что, не видишь, что он отмороженный вообще? Извини, новенькая. Какая новенькая? Ее Марина вообще-то зовут. Извини, извини, Марина. Пошелок. Денис поступил так, как поступил бы мой отец. А вот Никита мог бы заткнуть роду этому шутнику Максиму, но промолчал. Мати чекала Марину с хвилина на хвилину. Виглядаючи у вікно, вона побачила, як її дочку проводжає незнайомий юнак. Мам, привет, привет. Привет, Вася. Что, папа приехал? Нет, звонил. Скоро будет. А кто тебя провожал? Никита, да? Нет. А кто? Что за парень? Ну, одноклассник мой. Да? И как зовут этого одноклассника? Мам, Денис зовут. Вот я тебе вчера об этом уже рассказывала. Дорогая моя, я тебя не узнаю. Мы здесь на птичьих правах, а ты ведешь себя как-то легкомысленно. Этот Денис тебе не пара. Лучше бы обратила внимание на Никиту. Мам, а Никита что, пара? Дорогая моя, мы сюда переехали не для того, чтобы ты таскалась по подъездам со всякими отбросами. Я запрещаю тебе с ним встречаться. Надеюсь, ты поняла меня. Угу. Может, ты меня еще дышать запретишь? Мне было обидно до слез, из-за того, что мама меня не понимала. Но я все равно решила, что никто не запретит мне встречаться с Денисом. Після розмовы с матерью у девчины зипсувався настрій. За вечерею вона сиділа мовчки. Девушки, а что это вы надулись, как на поминках? Случилось чё? Толя! Знаешь, с кем она таскается? У них в классе есть один отщепенец. Так вот, именно с ним наша Марина решила поиграть в любовь. Он хороший, еще и художник. Молчи. Я ей говорю, дружи с Никитой. Так она уже с этим чмом целовалась, представляешь? Знаешь, мам, Денис стоят тысячи таких, как твой Никита. Закрой рот. И чтоб я тебя с ним больше не видела. Вы что, с ума посходили? Или забыли, что такое война? Так я напомню, мы вчера еще Бога молились, чтобы под обстрелами уцелеть. А сегодня вы уже грызетесь по пустякам. Я с тобой не согласна, Толя. Это не пустяки. Значит так, хватит трепаться! Успокоились обе. У меня завтра тяжелый день. Хлеб подай. Папа молодец. Тогда поставил маму на место. Но я как чувствовала, что она от своего не отступит. Марин, слушай, а ты откуда так английский хорошо знаешь, а? Даже училка в шоке была. Так я в Луганске училась в английской школе. Вот, а потом где-то на месяца три я сама в Англию учиться. Серьезно? Да. Респект. Слушай, Марин, я хотела извиниться за тот вечер, когда мы всей компанией вас с Денисом встретили. Ну да, не очень хорошо получилось, конечно. А мы с Никитой тебя предупреждали, между прочим, что Денис отморожен. Кать, ты чего? Он совершенно нормальный парень. Не знаю, чего вы так все на него взъелись. Это он раньше был нормальным, Марин. А два года назад у него крыша конкретно поехала. Зачем? Он стал таким после того, как у него погибли родители. Сейчас даже говорят, что он наркотой балуется. Это что? Да, менты из-за него даже в школу приходят. А вот что он такой грустный. Марин, ты что, конкретно втрескалась, что ли? А что, все серьезно? Ну? Да. Знаешь, я тебе даже завидую. Я бы тоже так хотела. Давайте собирайся. Не зважаючи на заборону матери, Марина продолжила спілкуватися с Денисом. Ей напокоила история, которую рассказывала Катя, и девчина хотела дізнаться больше подробиц. Чего ты домой не идешь? Ты мне классуха оставила дежурить. Давай помогу. Ну, как хочешь. Денис, а можно у тебя спросить? Ну? А что случилось с твоими родителями? Ты уверен, что хочешь узнать. А это что, какая-то тайна? Или что-то может измениться? Ты можешь измениться свое мнение обо мне. Что ты такое говоришь? В общем, да я виноват. В том, что на родителей погибли. Что ты сделал, Денис? Марина узнает о смерти от родителей Дениса. Она идет к парня, чтобы пожалеть его. Натомість Денис визнает, что сам причетный до их смерти. Что ж на кою, Денис? В общем, да я виноват. В том, что на родителей погибли. Я никому этого не рассказывал. Но пару лет назад я отдыхал в детском лагере. Когда прилетел, то в аэропорту у меня должны были встречать родители. Но из-за сильного тумана они задержались в пробке. Я начал звонить отцу. Кричал. Каждые пять минут подгонял их. Ну а потом... Потом я узнал то, что они разбились. Я видела, как Денис переживал из-за смерти родителей. Мне было его очень жалко. До дому Марина пришла в меланхолийном настроении. Не могла забути Денисову историю и вырешила рассказать о всематери. Да ты пойми. Он нажал и сдавил. Чтобы привлечь свое внимание. А ты и повелась, Маивна. Мам, Денис не такой. Хватит. Мне надоело слышать его имя. Лучше бы обратила свое внимание на Никиту. Мам, а мне надоело твой Никита. Чуть не сгорела. У Никиты, между прочим, тоже жизни сахара. Его мать бросила. Он с отцом живет. И все потому, что жена дяди Лёни ушла к другому мужику. Ой, мам, твой Никита совершенно не страдает. Забыла. Я забыл. Ну вот из-за твоего гопника я все забыла. Звонил папа и сказал, да, что завтра мы едем бережным. Угу. Сейчас. Без меня. Нет, ты поедешь. Нет, ты поедешь. И будешь там вести себя, как паинька. Угу. Хоть раз в жизни что-то сделаешь ради семьи. Мама меня не слышала и не хотела слышать. Она считала, что если мы обязаны дяде Лёне, то должны ползать перед ним на задних лапках. Я тогда подумала, если бы сыном дяди Лёне был Денис, все было бы совершенно по-другому. Марин, пошли я тебе в свою комнату покажу, я с кем познакомлю. А, да ладно, у тебя ежик есть. Его Кузя зовут. Давай с ним поиграемся. Боже, какой милашка. Давай покормим его. Давай. Будешь кушать? Марин, ты мне очень нравишься. Ты дурак? Ты что, не знаешь, что у меня парень есть? Камова, что ли? Да, мы с Денисом вообще-то встречаемся. Да нафиг он тебе нужен? Ты такая классная, необычная. Ну, такая как все. Да. Денис? Привет. Камова, мы у меня дома и мы соловались. Денис, это неправда. Денис! Вот прикол. Тебе что, делать нечего? Зачем ты это сделал? Он уже, наверное, думает, что мы чпокались. Дебил. Зачем я вообще тогда пошла в его комнату? Я была очень зла на Никиту и на мою маму. Это она заставила меня туда поехать. Поехали домой? Девочка моя, ну ты же видишь, что нас веселье в самом разгаре. Правда, мальчики? Ну и что, Марин? Мам, я тебя прошу, поехали. Ну, малыш, ну мы так редко собираемся. Ну, можно мы еще немножечко посидим, ну? Вы как хотите, а я ухожу. Маринка, расслабься. Мне кажется, я догадываюсь, почему Маринка хочет уехать домой. Ему я болтус обидел. Ну, я ему сейчас задал. Лень, я тебя прошу, они молодежь, они как поссорились, так и помирятся. Давайте лучше выпьем. Вот. Марин, иди быстро помирись с Никитой. Ты знаешь, как мы обязаны его отцу. И не собираюсь ползать у Никиты в ногах только из-за того, что вы должны его отцу. Быстро извинила за свои слова. Спасибо, благодетелю, за то, что приютили нас. За то, что, с голоду сдохнуть не дали. До свидания. Больше всех меня тогда взбесила мама. Ну, как можно было так унижаться перед этой семейкой? Девчина хотела якнайшвидше пояснити Денису, что вона робила в квартире Микиты. Ты до конца недели точно успеешь? Да железно все сделала. Хорошо, тогда в пятницу зайдем. Давай. Денис! Ты что, убедился? Нет, я счастлив. Да не было у меня ничего с Никитой. Да я все слышу. Да поверь мне, ты понимаешь, что Никитин папа помог нам переехать в Киев. И они вместе с моим отцом учились в университете, знакомым целую вечность. Отлично, у вас очень много общего. Да нет у нас ничего общего. Дядь Леня нас просто пригласил к себе в гости. А Никита, как обычно, решил специально поорать в трубку, что якобы мы с ним целовались. Марин, какая мне разница? Обнимайся и целуйся с кем хочешь. Давай, вперед, вон. Денис, да я ненавижу Никиту. Между прочим, я со всеми поссорилась и ушла оттуда. Ой, прямо так все серьезно? Серьезно. Мне мама пощечину дала. Еще заставила извиняться перед дядь Леня. Сильно болит. Марин, я когда услышал голос твоего рода, честно говоря, чуть с ума не сошел. Да он не в моем курсе. Зато твоя мама ждет от него без ума. Теперь она точно сделает все, чтобы мы с тобой не встречались. Пусть только попробует. Наступного дня у дверей квартиры Сербиных подзвонили. Такого гостя никто не ожидал. О, ну проходи. Чуть Наташа, Марина дома? Дома, дома. Марина, иди скорее к тебе пришли. Чего пришел? Я пришел извиниться. Это тебе. Я сейчас чайник поставлю. Ну, раздевайся, заходи. Марин, я очень соскучился. А ты по мне скучала? Никит, ты прекрасно знаешь, что мне есть по кому скучать. Я кажется, я тебе уже не раз говорила, что я встречаюсь с Денисом. Да он мне не мешает. Слушай, что ты о себе возомнил? Сейчас тортик порежем. Все готово. Мама, не надо. Никита на секунду зашел и сейчас будет уходить. Да, у меня важная встреча. Извините. Бежать пора. Марина, проводи. Нет. Я была в шоке от наглости Никиты. Это он сам спровоцировал ссору с Денисом. А потом решил откупиться дорогим веником и парашевым тортиком. Но против Дениса у него не было ни единого шанса. Марина выкористовывала каждую минуту, чтобы побути разом и с коханым. Слышишь ты, гопник не доделан. Отстань от моей дочери. Если я тебя еще раз не увижу, ты пожалеешь. Понял меня? Мама, не смей вмешиваться в мою личную жизнь. Пока ты живешь за мой счет, я буду вмешиваться во все, во что поживаю. Что здесь происходит? Что здесь происходит? Ученики 11 класса лапают друг друга. Что здесь происходит? У вас тут школа или бордель? Я вас поняла. Давайте не будем устраивать разборки в коридоре. Я прошу вас в мой кабинет. Ребята, все на уроки, быстро. Все на уроки. Мне было так стыдно перед Денисом. Мама нас опозорила на всю школу. Присаживайтесь, пожалуйста, Наталья Сергеевна. Спасибо. Вы уж простите, что так вышло. Сами понимаете, за всеми не уследишь. А стоило бы. Я чуть с ума не сошла, когда увидела, как мою Марину этот гопник лапает. Наталья Сергеевна, Денис – это и наша колоссальная проблема. А теперь и наша. Она как с ним связалась, совсем сдурела. А что ты ухмыляешься? Между прочим, твоя мать права. Ты совершенно не знаешь Камолова. С одноклассниками он не дружит. Общается только с урками, которые травкой на районе торгуют. Кошмар какой. Ты слышала? Еще в гробу спит и кровь у младенцев пьет. Не позорься. Марина, ты знаешь, сколько у твоего Камолова приводов в милицию. Да если еще. Хоть один такой случай. Я его со школы уберу. Вот и славненько. Когда директор сказала про травку, я вспомнила, как Денис передал что-то парню, приходившему к нему, и получил за это деньги. Мне стало страшно. Мати Марини ретельно пильнувала, с кем спілкуется донька. Зустрічаться с Денисом стало важче. Но девочке удалось вырваться из дома и побачить себя с коханым. Я хотела тебя спросить. Помнишь, когда я пришла к тебе от Никиты? Ты стал с таким парнем с татуировкой на шее. Ты что, траву продавал? Траву продавал? Не, ну если ты не хочешь говорить, ты не говори. Можешь не рассказывать, я все обоим. Что ты поймешь? Денис, я знаю, что ты общался с дракдилерами. Я знаю, что ты баловался наркотиками. Ты с ума сошла, Марина? Я тебе открылся. Я думал, ты умнее, чем эти все. Думал, ты не такая. Ты такая же, какая они, как и твоя мамаша. Денис, ну подожди. Денис, ну прости. Я поняла, что Денис действительно продавал наркотики. Его нужно было спасать. Я была готова ради него на все. Мариша, ты чего целый день грустная такая? Мы что, с Денисом расстались? Марин. Марин, ну не плачь, ты что? А вдруг кто услышит сейчас? Мне все равно. Детский сад какой-то. Ну что ты к этому Камолову прилипла-то, а? Ну, как будто парней других нет. Знаешь, мне просто никто не нужен, кроме него. Кстати, забыла сказать. Никита же вечеринку собирается устраивать. Ну там прикольно всегда. Музончик, коктейли. Пойдешь? Не, я не хочу. Ну не глупи, Маринка. Ну давай. Ну, Никита будет очень рад тебя видеть. Нет. Ну ладно. Ну что, ты успокоилась? Да, спасибо, Катюша. Ты прости, что я тебя так пригрозила. Не парься ты. Обращайся, если что. Ну что, может, на факультатив уже пойдем? Катя меня тогда утешила. Но я ей предположить не могла, чем обернется для меня ее дружба. Однак розпач Марини тривав недовго. Денис написал ей смс-ку и попросил про зустріч. Швидко зібравшись, дівчина выбегла на улицу. Чим и выкликала в матері подозру. Ты куда? Мамуль, я на пять минут выйду и приду. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Что сделает мать Марины? Мать обещает Марины встречаться с Денисом. Но девушка нехтует ее наказами. Чем обернется для Марины ее непокора? Марины, прости меня, я такой дурак. Знаешь, мне без тебя было очень плохо. Руки от нее свои убрал. Я люблю вашу дочь. Я запретила тебе встречаться с ним. Ну мне больно, ну мам. Чтоб я тебя больше тут не видела. Мама пыталась контролировать каждый мой шаг. Но она не могла запретить мне любить Дениса. Мати посадила Марины под домашний арешт. Однако девушка нашла способ выслизнуть из-под ее контроля. Девушка, можно примерить? Конечно, вот примерочная. Проходите. Вот все-таки хорошо, что мы с тобой на шопинг выбрались. Сапожки у тебя, кстати, просто прелесть. Та-дам! Вот это уже классно. Я еще следующую примерю. Я тебе скажу, какой мне лучше. Марин! Марина! Девушка со мной дочь была, которая убежала. Вот мерзавка. Женщина, женщина, вещи. Обмануть меня решила. Но она у меня получит. Я знала, что мама сразу же начнет меня искать. Поэтому поспешила к Денису, надеясь застать его дома. Ну давай, люблю тебя. Я буду скучать. Ты завтра приедешь? Конечно. Я и подумать не могла, что у Дениса есть кто-то, кроме меня. Я думала, что между нами все серьезно. Я ради него была готова на все. А он меня предал. Девчина не знала, с кем разделить свой боль від зради. Тож для неї залишился лише один вариант. А знаешь, что надо сделать? Тебе нужно отомстить Денису. Заставить его ревновать. Не, я этого делать не буду. А я бы на твоем месте именно так и поступила. Поверь, вечеринка – это самый лучший вариант. Ну, все будут только об этом говорить. И Денис по-любому знает все подробности. Ну хорошо. А если это не сработает? И он ко мне тогда не вернется? Да я тебе говорю, этот вариант точно сработает. Тебе нужно закрутить с Никитой. Денис будет по-любому ревновать. И очень пожалеет, что загулял с другой. Знаешь, если честно, я бы, наверное, просто с ним поговорила. Ну зачем, а? Он же тебе опять лапши на уши навешает, а ты и поверишь. Тебе проучить его надо. Катя оказалась хорошей девчонкой. Зря я так плохо к ней относилась. Однако Марина даже не догадывалася, что за ее спиною пидло и подступно плетутся интриги. Привет. Слушай, Никит, там такая погода хорошая. Может, пройдемся с тобой куда-то, да? Ой, Катя, блом. Ну, почему? Ну, ты же целый день дома сидишь. Так, раздевайся, проходи, Катя. Никит, сделай стоп. Ну, видишь, я занят. Ну, если тебе не интересно, конечно. Я тебе хотела кое-что о Маринке рассказать. Про Маринку? Рассказывай. Ладно. В общем, она вчера застукала Дениса с другой девчонкой. И теперь она в полном трансе. И я уговорила ее прийти к тебе на вечеринку, чтобы отомстить Денису. Я тебя обожаю. Я твой должник. Вот чего ты хочешь? Ну, ты же знаешь. Катюха, я тебя прошу, ну, не начинай. Ну, Никит, я же люблю тебя. Ну, зачем тебе эта Маринка, а? Ну, ты же ее бросишь, как и Рудиченко, и Дашку с 10-го В. Катюш, если ты меня любишь, должна принимать меня таким, какой я есть. Кис, у нас же с тобой свободные отношения. Я тебя не контролирую. Меня все устраивает. Сделай мне кофе. Прислушавшись до порад Каті, Марина вырешила выкликать ревнощи у Дениса. Маринка, а что случилось? Че ты пересела? Че ты на звонки на мои не отвечаешь? Не разговариваешь со мной? Все, прошла любовь. Решила мамочку свою послушать. Эй, народ! Мой батя опять в командировку свалил, поэтому сегодня вся элита класса приглашается ко мне домой на вечеринку. Ну, я тебя больше всего жду. Ты придешь? Да, конечно, приду. Наталя, дізнавшись про вечерку в Микити, зраділа цьому больше, ніж дочка. Вона змусила Марину перемиряти весь гардероб, щоб її дівчинка затьмарила одноклассниць. А ну, покажись. Ідеально. Маришенька, я так рада, що ти сегодня йдеш на вечеринку з ребятами. У мене сердце просто кров'ю обливалось, коли ти гуляла з цим Денисом. Мариш, ну ми же з папою все делаємо только ради тебя. Господи, як я хочу, щоб твоя судьба сложилась. Мам, я ще просто не знаю, пойду я или не пойду. Ну, вот. Собиралась, собиралась. Ну, посмотри. Ну, посмотри, красота какая. Марин, ну тебе уже пора наконец-то начинать встречаться с нормальными ребятами, а не с этим. Мам. Что, мам? Да, я считаю, что твой Денис – это путь назад. А тебе в будущее смотреть надо. Давай покрутись. М-м-м, конфетка. Чего-то не хватает. Чего? Мам, так это ж папа тебе подарил. А я и не ношу совсем. А вот ты у меня будешь самой-самой. Да, девчонки все просто умрут от зависти. И помни, Никита должен быть твоим. И я же тебе плохого не пожелаю. Я шла на эту вечеринку только для того, чтобы отомстить Денису. Но если бы он позвонил мне, я бы бросила все и примечалась к нему. Слышь, Маринка, а что сидим, что скучаем, а? Давай, пошли танцевать. Я не хочу. Ой. Да ну, хватит думать об этом Денисе, а? Давай лучше накатим, м? Весело же. У меня настроения нет. Слушай, ну, тебе просто нужно расслабиться. Давай. Не-не-не, пей до дна давай, а то у меня сейчас скоро пустой бокал останется. Давай выпьем за нас. Нафиг этих пацанок. Молодец Ну что Слушай, давай пошли в другую комнату А, тут шумно очень, давай А потанцевать, потом еще успеешь Пошли Мне тогда стало легче Я даже подумала А чего я вообще страдаю из-за какого-то Дениса Он же меня не стоит Выпьем Знаешь, я когда Видела, как Денис ссоется С какой-то девчонкой И не знаю, просто думала, что зайду с ума И что, ну Не понимаю, что должна быть Гордой Но если бы он сейчас пришел сюда Я не знаю, просто Слушай, Маринка Я знаю, что тебе нужно сделать Просто отомстить ему И все Давай я тебе еще что-то выпить принесу Катюш, ты такая классная, спасибо Сюрприз Ты как? Классно Ты такая молодежь, что пришла Только о тебе все это время и думала Классное платье Спасибо Ты сегодня такая классная Я серьезно Что у тебя с Денисом? Знаешь Все плохо Не плачь У нас все будет хорошо Правда? Правда Перестань Ну, Никита Ну, он странит меня Припадочная Припадочная Тушь вытри Может, я к тебе приеду Мне очень плохо Конечно, приезжай Я тебя встречу Все, давай Марин Что случилось? Чего ты плакала? Это ты мне ответишь Что это за девушка С которой ты встречаешься Помимо меня Что за бред? Какая девушка? Как это какая? Та, которая вчера С тебя уезжала на такси Я все увидела Как ты с ней целовался Как в любви признавался Марин, это сестра моя двоюродная Она ехала на операцию ложиться Это правда? Ну, а смысл мне тебя играть? Пойдем ко мне Если бы я сразу выяснила Что это была за девушка То не поперлась бы На эту идиотскую вечеринку И ничего бы не случилось Я не стала об этом рассказывать Денису Я очень боялась его реакции Марин, а как ты так платье порвала? Да нет Это Никита Никита? Марин, скажи честно Он тебя что, изнасиловал? Нет, пытался Но это я во всем Я его убью Денис, ну пожалуйста, не нужно Но тебя могут посадить Зачем ты вообще на эту вечеринку поехала? Я хотела просто тебе отомстить Денис Ну я тебя только люблю Понимаешь, просто когда тебя увидела с этой девушкой Не знаю, я думала, сойду с ума Да потому что ты дурочка глупенькая Я тогда не осознавала, какому риску подвергаю любимого Я вообще в ту ночь мало что понимала Мне просто не хотелось уходить от Дениса После того, как я только с ним помирилась Наступного ранку закохані тільки напрокинулася, как сталося неочековане Кто к тебе так рано? Не знаю, может соседи? Кто к тебе так рано? Не знаю, может соседи? Вот вы где Накувыркались Мама, мы не, ну мамочка Вставай, позорище Мы не занимались сексом, мы просто спали рядом Мам, я сама приехала к Денису, ну честно, между нами ничего не было Одевайся Мамочка, можно я сама приду? Там еще пять минут, пожалуйста А это что такое? Это что платье порвано? Мам, я тебе все объясню Ты что, я ее изнасиловал? Ну все, ну все, котеныш Ну все, вот я тебя посрешу Так, ты ж на, девушка, прошу вас Покиньте, пожалуйста, наш дом Одна и вторая Жду в коридоре Мне было так стыдно за маму Самое обидное то, что если бы я осталась у Никиты, она бы меня не ругала Выйшевши від Дениса, Наталя одразу ж побегла до міліції писати заяву про зґвалтування Марина вмовляла матір зупинитися, але жінка була непохитна Мы же вот буквально только что переехали из Луганска Первой ночи мы спали, каждый стук взрывом казался Только успокоились А тут такое Не нервничайте Разберемся Этот Камолов, он уже всех достал Посмотрите, я тут все правильно написала Да, все верно Да ничего там неверно Да он меня и пальцы не трогал, я заявляю Посмотрите, посмотрите Матя изорвал Изнасиловал ее, вы видите? Да все, я вижу Пора его на место ставить Вот здесь на Дениса столько материала Что он не отвертится Нет, нет, это Никита, это не Денис Мамочка, ну я тебя прошу, не пиши заявление Марина, Марина, возьми выпил ее Я тебе все объяснила Мамочка, дайте ей успокоительного, у нее истерика Такое обычное явление С жертвами изнасилования Я не знала, что делать Меня никто не слышал Я понимала, что очень виновата перед Денисом Мне нужно было срочно что-то делать Чтобы его не посадили В вечере Марина дизналась, что Дениса заарештували Папа приехал И я все ему рассказала Мариш, ты прости меня Прости, что не уберег, что было далеко Пап, ты что, маме поверил? Не обращай внимания У нее просто сейчас нервы не в порядке, шок Ненавижу тебя! Ты с ума сошла? Мариночка, успокойся Бедная моя девочка Пап, ты со мной все нормально Ты понимаешь, я не могу сидеть здесь на одном месте Когда мой Денис сидит в обезьяннике А это чмо Никита гуляет и жизнь радуется Погоди, а при чем здесь Никита? Как это при чем? Так это Никита все подстроил И платье мне порвал Пытался меня изнасиловать Пап, честно, я с ним даже старалась бороться Я даже за щеку его укусила А потом уже поехала к Денису Что ты делала у Дениса? Ну, я поехала к Денису, потому что я его люблю И несмотря на то, что мы с ним спали в одной кровати Он мне даже пальцем не тронул Солнышко моя, ты мне скажи только одно Это все правда, или ты просто Дениса покрываешь? Пап, я тебе когда-нибудь врала? Почему ты мне не веришь? Лень, ты куда? Леня, стой! Леня, стой! Если отца уволят, ты будешь виноватом Хорошо, что папа мне поверил Я тогда больше всего боялась за Дениса И понимала, если с этим всем не разберутся То он отсидит только за меня Розповедь доньки шокувала Анатолия Не раздумывая, чи він поїхав на квартиру до Микити Катюх, иди открой О, а Никитка где? Стойте! Ну привет! Дядя Торя? Ура! Да что вы делаете? А ты эту идею и ты получишь Слышишь, ты козел Ты хоть знаешь, кто мой отец? Да я одно слово скажу И ты в Луган завтра же чухнешь Ах ты ж подонок Хорошо вас, пожалуйста, не трогайте его Значит так, мразь Если я еще раз узнаю, что ты не то, что подошел А посмотрел на мою дочь Я тебя на куски порву Я тебя на куски порву Наступного дня батько Марини написав заяву про звільнення Родина планувала ще один переїзд Але у перебіг подій втрутилися нові обставини Держи Ой, спасибо тебе, Сова Наташ, привет, можна зайти? Пора ходи, Леонид Здравствуйте Леонид Леонид, я тебя прошу Я прошу тебя не увольняй Толю Наташ Пожалей нас, я умоляю тебя Успокойся, все будет хорошо Спасибо, Леонид Толя, мы знакомы с тобой лет 20 23 Так вот, как ты мог подумать об увольнении? Хочешь? Возьми выходной Но ты мне нужен, как сотрудник, как верный друг Я подумаю Знаю, что я преподал хороший урок моему сыну Отцовский урок Это давно должен был сделать сам Но после того, как Нинка сбежала к любовнику Я практически перестал заниматься Никитой Дядя Леонид, а можно вас спросить? Да, говори, Мариша А вы не могли бы посодействовать? Потому что Денис в КПЗ сейчас сидит Не переживай, я решу этот вопрос Бачка Микиты дотримал своего слова Я вчера на курсы записался в художественную академию Буду туда поступать Круто Меня папа уговорил поступать на юридический Так что теперь я буду юристом Будешь защищать права униженных и оскорбленных? Знаешь, как-то не привыкать у меня уже Слушай, Денис, я у тебя хотела спросить Ты действительно наркотики продаешь? Но только правду и честно Но я никому не расскажу Марин, что ты вообще такое взяла? Ну, подожди Помнишь парня с татуировками у тебя в подъезде? Он тебе еще деньги передавал Марина, он это директор тату-салона Я рисую ему эскизы для татуировок За что он платит мне деньги Правда? Ну, конечно Ну, хочешь, пошли Пошли, он тебе сам сейчас расскажет Да ладно, я тебе верю Я сама себе задаю вопрос Почему я тогда не опустила руки? Почему я тогда не сдалась? И понимаю, что это все из-за нашей любви с Денисом Поэтому я считаю, что нужно обязательно слушать свое сердце Спасибо за субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!